Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Снова доброе утро, утро на Болткоме. Александр Шунин, Абик Элкин в студии. И с нами гости, конечно же, как всегда по понедельникам в это время, Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Инга, здравствуйте. Здравствуйте. Что же, мы готовы обсудить итоги прошедшей недели в плане вакцинации. Что, как, почему опять на 10% все упало. Известно ли вам, вот в прошлом получасе я зачитывал результаты социологического опроса СКДС о портрете антипрививочника в своих рекламных обращениях в компаниях. Вы планируете учитывать эти данные? Нет? Ну, как-то вот обо всем об этом давайте поговорим. Начнем с того, как вы считаете, с чем связаны снизившиеся темпы вакцинации? Вы знаете, во-первых, конечно, мы чувствуем до сих пор большой интерес к вакцине Янсен, которая, увы, не поступает ни к нам, ни в другие европейские страны. Я тоже вчера только что читала, скажем, не интервью, а, скорее всего, рассказ, не рассказ, а Акстасия. То есть министр здравоохранения Эстонии, опять-таки, тоже говорил, что у них та же самая проблема, у них очень упали темпы вакцинации, они, в принципе, в два раза меньше наших, и тоже очень большая проблема с тем, что люди ждут Янсен. Только потому, что она однофазная, просто удобнее, да? Да, мы до сих пор получаем очень много звонков, очень много людей пишут, спрашивают, ждут, но, к сожалению, никаких прогнозов у нас нет, то есть производитель не дает этих прогнозов ни одной стране Евросоюза. И поэтому мы приглашаем людей не ждать каких-то таких туманных прогнозов, а, в принципе, осмотреть на те вакцины, которые на данный момент у нас есть. А это Pfizer и Moderna, да? Moderna, да. Да, вот эти две вакцины. В правительстве собирается, может быть, я понимаю, что я, может быть, чуть-чуть на опережение задаю этот вопрос, но правительство собирается провести такую дискуссию о возможности, ну, призвать тех, кто прививался пять и более месяцев назад, такую буксерную прививку сделать, ревакцинацию. Что по этому поводу думают в БРО? Достаточно ли будет вакцин, если в какой-то момент это исключить нельзя, пускай не в сентябре, в октябре, в ноябре начнется вот такая вот ревакцинация? Да, я еще до этого, уже после, опять, на ваш вопрос отвечен на вопрос господина Шунина, что касается антипрививочника и портретов предполаганных компаний, а что касается именно ревакцинации, то мы, как организаторы вакцинационного процесса против COVID-19, мы полностью готовы к любому сценарию. Или это будет ревакцинация людей с пониженным иммунитетом, или это будет такая сплошная ревакцинация, то есть к любому моделю, к любому сценарию мы готовы. У нас хватает и вакцин, у нас есть довольно-таки, но уже такие апробированные капуцитаты, а также есть, конечно, опыт. Поэтому все будет зависеть, конечно, от мнения правительства, но вы знаете, что на данный момент сами эксперты, то есть Совет по иммунизации Латвии, они рекомендуют ревакцинацию только людям, у которых понижен иммунитет, то есть с определенными медицинскими проблемами, а также людям, которые постоянно живут в пансионатах. Но к чему придет, что решит наше правительство? К тем сценарием, в принципе, мы их планируем различные, начиная от минимальной программы, кончая максимальной программы. Если можно ответить на вопрос господина Шунина по поводу этого социологического опроса. Да, будьте любезны. Да, конечно, в принципе, там для нас тоже есть небольшой сюрприз, потому что до этого мы довольно-таки по всем прогнозам социологическим и опросам увидели, что такое, скажем так, ну не антиваксин, а противовакцинационные настрои, они в основном в Латгалии были. Но как мы увидели после этого... Оказывается, Курзан? Ну а что касается прочих нюансов этого так называемого социологического портрета, я имею в виду возраст, уровень доходов, уровень образования. Как-то более в эмоциональную, может быть, сферу вы планируете сместить фокус вот этой обращении рекламных, побудительных? Ну, вы знаете, это, в принципе, такая тенденция, она не только у нас в нашей стране, мы не уникальны с такими тенденциями, такие тенденции, в принципе, они видны по всему миру. То есть чем более выше степень образованности, доходов, тем выше вакцинационный, скажем, обхват в конкретных странах. К сожалению, в нашей стране, думаю, в принципе, в какой-то мере до сих пор такое постсоветское пространство с таким постсоветским мышлением. У нас есть очень разные причины, их анализируют и антропологи, и политологи, и историки. То есть, скорее всего, через лет 5-10 будет написано очень много докторских работ по поводу того, как проходило это время и почему именно такие тенденции. Мы их, конечно, анализируем. И в основном самое главное сейчас дать, ну, например, конкретный, скажем, такой шаг. Например, мы анализировали тоже всю нашу Латвию, посканировали по возможностям вакцинации во всех наших властях. Так будет новодой, да? Да, властей. Новодой – это края. Ну, хорошо, края, да. Да, да, и, кстати, тоже такая интересная картина получается. То есть, есть такие власти в Курзаме, например, Денвид Курзаме с Новодцей, ну, тот же самый Аугждауга с Новодцей, где, в принципе, возможность вакцинации не настолько велика. То есть, люди не могут, у них нет возможности вакцинироваться рядом со своим местом жительства. И поэтому мы в основном будем работать над этим, чтобы по возможности вближе достать тоже этих людей. Да, вот тогда такой вопрос, который хотел бы вам задать, да, по поводу, да, что-то, наверное, со связью, да, у вас произошло. У меня ребенок проснулся сейчас минутку. Доброе утро. Да, ну вот видите, у нас теперь еще один эксперт в студии будет. Хорошо, живой эфир – это замечательно, может быть. Да, вот все-таки, если мы говорим еще о вакцинации, начался учебный год, есть ли какие-то данные по темпам вакцинации учителей на разного уровня и, может быть, студентов. Я знаю, что очень многие студенты спешат вакцинироваться, поскольку вузы до 10 октября – такой вот переходный период, когда вузы будут или частично удаленно, или полностью очно, но вот с призывом к студентам до 10 октября все-таки получить действующий сертификат, какие там темпы? Вы знаете, в принципе, аудитория, которая активнее всего вакцинируется на данный момент, потому что такая тенденция в последних двух-трех недель – это именно подростковый возраст – это 16-17 лет, 12-15 лет и, конечно, 18-29 лет. Именно в это 18-29 лет там тоже в основном это студенты, студенты, это та аудитория. То есть это самый такой резкий, высокий и наиболее активный аудитория, которая сейчас хочет получить вакцинацию. Эта тенденция, она не меняется, она до сих пор… Есть возрастные категории, это 40-49 лет, 50-59 лет, где этот темп очень-очень низкий, но в основном вверх идёт именно это, это эти возрастные категории. То есть, ну, и тоже опять-таки есть тенденция. Наверное, сами же говорили, но я ещё раз могу озвучить. То есть тенденция таковы, что Рига и, скажем-таки, центральные волосы, районы Латвии, молодёжь очень активно вакцинируется этим, чем дальше от Риги, в один или во второй край, это в основном Латгалы и Курзом, и там эта вакцинация молодёжи, она куда более, ну, скажем так, маленькая. Что касается вот пожилых людей, там, ну, как мы считаем, пожилых, ну, 60 плюс, 70 плюс и плюс группы риска, можно ли сказать, что, ну, всё-таки там ситуация улучшается, я имею в виду по темпам вакцинации? Опять-таки, мы можем их разбить на несколько возрастных категорий, 60-69, 70-79 и 80 и дальше, и плюс. Самое активное — это 70-79, там уже этот процент, он на самом деле выше 60 процентов, есть такие отдельные районы, где он достигает 80 и даже превышает 80 процентов жителей данной возрастной категории. Но, скажем, конечно, самые-таки малоактивные, что касается вакцинации, в течение фактически всего лета эта тенденция, она сохраняется, люди в возрасте 80 плюс. Мы даже можем только думать, с чем это связано, не знаю, там с какими-то психологическими аспектами, не знаю, там более, нет такой социализации у людей, есть какие-то другие аспекты, почему люди не вакцинируются, хотя возможности, я говорю, есть очень-очень многие, вплоть до того, что к вам вакцинатор приедет на дом, чтобы вакцинировать человек 80 плюс. И, конечно, эта возрастная категория, она самая, ну, она под, это категория риска, то есть, увы, у нас молодежь вакцинируется, к сожалению, чем старше люди, тем этот темп, он занижается. Это очень печально, потому что мы видим эту статистику трагическую, да, к сожалению, вот люди в категории вот этой чаще всего вот так очень неблагоприятный сценарий, потому что уже к этому моменту накоплено много хронических заболеваний и иммунитет уже не такой. Да, это все правда, но, тем не менее, хотелось бы добавить немножко позитива в нашу беседу. Вообще сообщение пришло, агентство «Лето» опросило основных туроператоров страны, и общий вывод следующий, благодаря вакцинации, мы говорим, что он достаточно низко, но, тем не менее, есть и другой подход, и другое мнение, и другие выводы. Благодаря вакцинации ситуация в туристической индустрии этой осенью выглядит более обнадеживающей. То есть люди прикинули, посмотрели, как действительно путешественники вакцинируются и приобретают путевки, и делают выводы. Достаточно вспомнить еще несколько месяцев назад, в начале лета, те же самые туроператоры хватались за голову и не знали, как они переживут еще один сезон. Сейчас они уже подводят определенные итоги, и сообщается, что самые популярные направления лета, там, Турция, Греция, Египет были выкуплены. Сейчас идет активное бронирование лыжных и зимних путешествий, то есть на волне этих осторожных прогнозов. Непонятно, что будет с третьей волной, когда она накроет, не накроет, как сильно она накроет. Тем не менее, оптимизм силен, и выкупают разные путешествия, не только лыжные, но и кто-то хочет продлить себе лето, как бы там эта шутка, лето закончилось, дальше только за деньги. Так называемые осенние направления Португалия, Испания, Италия тоже, в общем-то, активно выкупаются. Чем вам тоже не стимул пойти вакцинироваться и без проблем улететь? Ну, конечно, чтобы улететь, в принципе, нужны какие-то определенные доходы. И мы опять упираемся в социологические опросы, которые мы в начале нашего разговора с вами говорили. Ну, конечно, эта вакцинация дает очень много преимуществ, начиная, не знаю, с культурной жизни нашей Латвии, например, тоже только что закончился фестиваль Рига-Юрмала, полный зал вакцинированных людей, полный театр тоже вакцинированных людей. Но в то же самое время, конечно, нужно еще раз, еще раз говорить, вакцинация, она нас не предохранит от 100%, не дает гарантии ни от заболевания, ни от госпитализации. Конечно, те цифры, которые на данный момент мы анализируем, и они тоже доступны обществу, естественно, видно, что в больницу попадает очень и очень мало людей вакцинированных, и до сих пор, слава тебе Господи, нет никакой летальности среди людей, которые заболели ковидом, попали в больницу и умерли. То есть до сих пор мы видим, что вакцинация, она дает свой такой положительный вклад. Эта же тенденция, она видна везде в мире. Там те страны, которые хорошо вакцинированы, они достигают какого-то плато тоже распространения инфекции, но их, скажем так, больничные больницы не переполнены и нет, и что самое главное, нет таких так много летальных исходов, как было, скажем, год назад, когда там прям в тех же самых странах был другой, конечно, штамм, но все-таки очень активным. Мы когда говорим о попадании в больницу, в том числе вакцинированных, не хочется эту, может быть, тему затрагивать, но такова реальность. Мы не можем исключить, что определенный какой-то процент, к сожалению, тех, кто были оформлены сертификаты, а были ли они вакцинированы, кто теперь это знает, я к чему говорю, официально со стороны полиции прозвучала такая цифра, когда первую или вторую эту группировку, скажем так, которую занимались вот этим мошенничеством, задержали, сказали, что вот им удалось вот таким вот образом этим деятелям оформить более 200 сертификатов. Вот такая цифра прозвучала. Аннулированно, я так понимаю, по последним данным, там полиция обратилась 18, ну то есть мы понимаем, что еще гуляют люди с действующими сертификатами, которые не прививались. Сколько, какое их количество, наверное, установить пока будет весьма сложно, но это тоже такой тревожный звоночек. Будем надеяться, что вот удалось вообще эту цепочку разорвать вот такого мошенничества и впредь все-таки мы будем обладать реальными данными, потому что мало того, что люди сами себя подвергают опасности, они ведь портят всю ситуацию, да, вот статистическую, да, и когда те же антиваксеры говорят, вот видите, видите, вот и вакцинированный, вот результат, да, мы всегда должны, наверное, делать скидку на то, что, ну, к сожалению, есть и такая история. Ну и в продолжение начатой темы больницы, готовности упомянутой тобой интервью сегодня утром нашим коллегам латвийского радио, то, что глава неотложной медицинской помощи Лея Нацыпала дала, она заявила о том, что эмоциональная готовность медиков, работающих в больницах, еще раз пройти через вот этот вот круг борьбы с ковидом значительно меньше, чем в прошлом году. Понятно, да, конечно. Ну что ж, спасибо большое, мы говорим Инге Васильевне, как всегда, по понедельникам. Спасибо. Будем надеяться, что те, кто все-таки не вакцинировался, но не является убежденным противником этого процесса, все-таки начнет вакцинацию, все-таки время должно пройти, ведь там первое, потом две недели до, три недели перед второй, если мы говорим о файзере. Так что особенно откладывать не стоит, с учетом того, что заболевание пошло вверх. Да, это надо учитывать, эту математику Инге мы говорим еще раз спасибо. И успеем принять звонок. Да, хорошо. У нас по двум линиям были звонки, 6212-939, вот есть звонок. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите смелее. Да, да, меня слышно? Да, слышалось. Да, дубый. Ну вот я вакцинировался, только чтобы за рубеж ездить. Ну да. В Австрии и Эстонии ввели срок годности, у Австрии наверное родится что-то после 9 месяцев, наверное COVID у них рождается, а в Эстонии год, но для чего вот так делать, что я буду, а потом каждый месяц вот это вот колоть. Вы знаете сколько разработка вакцины? 10 лет требует, а тут за год. Ну и что это такое? Спасибо большое. Нет, ну я должен сказать. Спасибо за мнение, ну такой нюанс. Нет, этот нюанс, понятно, что мы вот еще в первой части, может быть это есть нюанс радио, может быть наш радиоскут чуть позже подключился и не слышал то, что я сказал в первой части, ну реальность такова, что видимо нас ждет, ну нас я имею ввиду и Латвию в том числе, вот этот период ревакцинации, еще я так понимаю и ученые и медики практики спорят через какой период рекомендовано и кому рекомендовано пройти вот такую ревакцинацию, через 5-6 месяцев, вот такое есть допущение, через 5-6 месяцев может быть стоит определенным категориям населения будет проходить ревакцинацию. Мы видим, что в Израиле, это такая передовая страна по темпам вакцинации, сейчас началась вот такая кампания по прививанию третий раз людей пожилых 60 плюс и с хроническими заболеваниями, так что мы можем ожидать, что через какое-то время и Латвия к этому придет, премьер Кришниш Каринч уже об этом публично заявил, так что посмотрим, как ситуация будет развиваться. Сейчас, как обычно, в это время мы приверемся на короткую паузу, будет новости, да, вот сейчас, ну, видимо, сейчас нет, люди активно звонили, пока мы беседовали с Ингой Васильевой, ну что ж, есть возможность и во втором часе нам дозваниваться, у нас будут новые эксперты интересные, не переключайтесь. Да. Радио Болтком